Всем привет! Вы показали очень даже хорошую активность под видео про нелогичные моменты в Ханри Шарк Эволюшн. И вот я для вас подготовил вторую часть. А перед началом видео не забудь подписаться на канал и поставить лайк. И кстати, как наберёте 300 лайков, третья часть не заставит себя долго ждать. А если наберёте 400 лайков, я выпущу видео про нелогичные моменты в Ханри Шарк Ворлд. Так что дерзайте, а мы приступаем. Акулы могут запросто есть мины. Начиная с мегалодонов, все последующие динозавры и морские существа едят мины, как обычную еду. И это вообще глупо. Если бы тот же мегалодон укусил бы мину, она у него просто во рту взорвалась бы. Так что намного логичнее было бы, если бы акула просто взрывала бы мины ударом головой, к примеру. Ну и чтобы хоть небольшой урон наносился. Король Лето. Да, это слово ничего не говорит тем игрокам, которые познакомились с игрой относительно недавно. Но вот когда был музей, там можно было найти этого короля Лето. Да, в принципе, вы и в игре его не один раз встречали, такого мужика, который верхом на акуле плавает. Но вот только название вряд ли вы его знали. Так вот, сам этот персонаж, это нелогичный момент. Акула, как правило, это дикое животное. И ни один человек не сможет привязать к ее шее ошейник, встать на нее и плавать, как ни в чем не бывало. Странный персонаж, конечно, но забавный. Вентиляторы, которые поднимают акулу вверх. Во-первых, что они делают в море и кому понадобилось бы их устанавливать туда. А во-вторых, почему они не поднимают других рыб и акул. Конечно, их добавили для того, чтобы высоко взлететь мог игрок, если нет реактивного ранца. Но меня, если честно, они только бесят. Постоянно бывает, наплываешь на эти вентиляторы и взлетаешь вверх. Хотя ты этого не хотел. И тем более, таких установок в реальной жизни нет. А если бы и были, то они поднимали бы все живое вверх. Но в нашем случае, они поднимают только акулу, за которую играет игрок. Она, походу, какая-то особенная. Нелогичным гелием накачана. Огненная акула. Вся эта акула, это нелогичный момент. Во-первых, она может дышать огнем под водой. Во-вторых, как ее жертвы сгорают до состояния углей в воде. Это просто нереально. Гораздо логичнее и правдоподобнее было бы, если бы акула могла нагревать воду вокруг себя. А дышала бы она очень горячим паром. И противники не сгорали бы, а сваривались бы в кипяченой воде. А вот на суше вполне можно было бы сделать, чтобы акула избергала огонь. Тогда бы было все логично и правдоподобно. Хоть, конечно, механики этой акулы нелогичны, но все же эта акула крутая во всем. И ничего против, я этой акулы не имею. Это все ж таки игра. И вот то, что расположилось на первое место, я думаю, никто из зрителей не мог бы предположить или предугадать, что будет на первом месте. И это название игры. Да, я считаю название игры нелогичным. В названии пишется «Ханри Шарк Эволюшн», то есть «Голодная акула Эволюция». Но на самом деле никакой эволюции тут и подавно нет. Во-первых, эволюция это когда подчередность идет от более старого более к новому. В игре совсем наоборот. Во-вторых, в игре нет огромного количества акул. Или разработчики других акул считают ошибками эволюции и посчитали их не добавлять. В-третьих, что в эволюции акул делают кашалот Моби Дик, Гадкула, ну это вообще по сути пародия на Годзиллу. А Годзилла это не акула. Это больше древний ящер, там динозавры или вообще титан. Ну, как-то по фильму, Годзилла это как защитник земли, который защищает землю от вражеских титанов. А пока подобной грозы нет, он спит глубоко в океане. Пожир акула это существо тоже нельзя назвать. Акула это больше морское чудовище, нежели акула. Кракен это тоже не акула, это головоногий моллюск, только очень большой и, как правило, выдуманный. Несси это подводный ящер или что-то подобное, но уж точно не акула и не предок акул. И тоже придуманный персонаж. И никаких подтверждений его существования нет. И Дунклеости это, если кто не знал, панцирная рыба. И никакого отношения к акулам она не имеет. А в реальности от Дунклеости находили только череп и больше никаких его останков. Ну это я как, знаете, такой интересный факт об этой рыбе добавил. И вот как по мне, название Ханри Шарк Эволюшн больше подошло бы игре Ханри Шарк Ворлд. Да, там недостоверная прям эволюция, там не все так прям точно и офигенно, но акул там побольше. И назвать Ханри Шарк Ворлд эволюцией было бы попроще. А вот Ханри Шарк Эволюшн, вот этот, назвать эволюцией как-то очень сложно. Короче, думаю, разъяснил я вам все подробно и по фактам, почему название этой игры не соответствует самой игре. И как раз попало в мой топ нелогичных моментов. А у меня на этом все. Не забывайте ставить лайки, ведь после 300 лайков я приступлю делать третью часть. А после 400 лайков я сделаю видео про нелогичные моменты в Ханри Шарк Ворлд. Пишите комментарии, а также, что вы считаете нелогичным в Ханри Шарк Ворлд и Эволюшн, чтобы ускорить процесс создания новых частей. Подписывайтесь на канал и не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить новых видео и быть одним из первых зрителей. А также у меня есть группа ВК, подписывайтесь и на нее, ссылочка в описании. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok